Сегодня выбрать зимнюю резину не так просто, но только в том случае, если мы хотим получить идеальную эксплуатацию своего автомобиля при любых погодных условиях. Тем не менее, подстроиться под свой климат все-таки можно и нужно. Главное знать некоторые тонкости. Евгений, нужен профессиональный совет, да, консультация, как выбрать зимнюю резину. Я думаю, что большинство водителей все-таки, наверное, уже подготовились к зиме, но тем не менее, если вдруг кто-то еще не переобулся, может быть какие-то нюансы или хочет купить резину, на что обратить внимание, чтобы зима прошла хорошо, без скольжения, так скажем. Да, большинство уже переобулось, так скажем, людей, да, выбрали, сделали свой выбор, выбрали покрышки. Но вы тут нам 4 образца. Да, здесь представлено 4 образца, это шина шипованная, это шины фрикционные. Да, давайте начнем с первой, то есть ближняя к нам, которая, это фрикционная шина, так скажем, по-простому для скандинавских зим, да, для более суровых зим. Да, это снежная зима, холодная, со снегом и льдом, с низкими температурами. У шипов нет? Нет, шипов нет. Фрикционные зимние шины, в народе их называют липучками. Они имеют протектор с грунтозацепами. Их количество, как и количество ламелей, значительно больше, чем у летней резины. Сразу поясню, ламели – это мелкие разрезы. Обычно они располагаются под крутым углом. С такой резиной можно получить лучшее сцепление с глубоким и рыхлым снегом. Эта резина работает до минус 30 градусов отрицательных. Фрикционная шина работает на льду и за счет ламелей, то есть вот эти надрезы, так скажем, да, если по-простому, на покрышках. То есть это ламели так называемые. За счет того, когда автомобиль начинает свое движение, ламель раскрывается в одну сторону, когда автомобиль остановится, ламель раскрывается в другую сторону. За счет этого шина цепляется за лед. Для южного региона такой резины будет достаточно. Кроме того, фрикционная шина, мало шумящая. Ее можно устанавливать ранней осенью, в отличие от шипованной. Из минусов такой шины на укатанном снегу или на льду она может подвести. Есть еще вариант фрикционных шин, так скажем, для европейских зим. В основном эта шина подходит для таких южных городов, как Краснодар, Сочи и тому подобное. Какая ее особенность? Эта шина имеет более высокий индекс скорости, то есть на ней можно передвигаться с более высокими скоростями. Например, на этой шине можно передвигаться до 240 км в час. Эта шина не плавает на высоких скоростях, то есть она не имеет качения, то есть она держится за дорогу. Да, она отлично видит себя на каше, на слякоте. Шипованная резина. У нее тоже есть свои плюсы и минусы. Специальные металлические вставки обеспечивают хорошее сцепление на обледенелых дорогах, но при этом меньшее сцепление и большую шумность на сухом асфальте. Плюсы шипованных покрышек – это лед, это укатанный снег. Ну, опять же, рыхлый снег, ровно как и фрикционная шина, и липучка, и шипованная, она работает абсолютно одинаково. Есть еще один маленький нюанс – шипы не работают при температуре ниже 27 градусов. Лед настолько застывает, что шип не продавливает поверхность льда, и он работает как коньки. Шипы бывают однофланцевые, самые простые и дешевые, и многофланцевые. Они реже выпадают из протектора. Делают их из стали, алюминия и даже пластмассы. Шипованная резина имеет четкий регламент. В нашей стране максимальное количество шипов – 60 на погонный метр протектора. Они отличаются, да. Здесь круглый шип, ну, он в виде звездочки выполнен, ну, в основном, скажем так, круглый. Здесь он рабовидный, имеет направленную сердцевину, да. То есть, соответственно, площадь у круглого шипа, зацепа именно, площадь соприкосновения, она гораздо меньше, чем у прямоугольного, да, шипа. Это хуже? Это лучше. Это лучше. У нее площадь соприкосновения, например, ну, в точке, да, соприкосновения с поверхностью, у нее, грубо говоря, там, ну, там, полтора миллиметра возьмем. А у круглого шипа это будет, там, 0,5 миллиметра. То есть вот этот шип гораздо эффективнее, потому что, я же говорю, площадь больше, и он цепляется гораздо лучше. На любой резине можно увидеть маркировку М плюс С – грязь и снег. Если шины зимние, они обязательно промаркированы снежинкой. Какую выбрать, все зависит от индивидуальных особенностей вождения, погодных условий проживания и, конечно, самого автомобиля. Главное, чтобы не получилось вот так. Пятидверный Opel Record Universal. В России именно в этом кузове таких машин было немного. В том ее и уникальность для Измаила Берия. Приобрел он машину всего год назад и, как утверждает новый владелец старенького Opel, почти в идеальном состоянии. Я ее приобретал у дедушки, который служил в Германии и привез ее. То есть в России она с единственным хозяином была на советских номерах. В данный момент у меня номера современные, потому что я переопернил ее на себя. Дедушка был очень педантичный, он за ней ухаживал. Но в силу возраста, так как кузов не оцинкованный, а просто железный, подверглась коррозии, повреждениям. Ну, пришлось перекрашивать частично, полировать, покрытие наносить. Ну, и восстанавливать нехватающие элементы. Молдинги, колеса, пластик салона, ну и по мелочи. Восстановить автомобиль было несложно. Педантичный дедушка вместе с машиной Измаилу передал еще и кучу оригинальных запчастей для Opel. Детали кузова, сальники, пыльники и даже запасной двигатель в сборе. С ВИН-кодом и маркировкой. Кстати, Opel пока работает на своем родном моторе. Даже при постановке на учет в ГАИ, даже ГАИшник удивился. Ну, хотя он, наверное, уже много чего видел. Сказал, типа, переделка. Ну, нет, по документам реально это инжектор. Два литра, сто десять сил. Салон Opel'a Record'a очень простенькой комплектации, типичный для 80-х годов. Передняя консоль чем-то похожа на панель наших жгулей. Многие сравнивают ее с москвичом, потому что перед, фары и двигатель похож. Ну, на самом деле, вы же знаете, да, что большинство моделей машин, они взяли себе агрегаты силовые, экстерьер, интерьер с более старых иномарок. Удивили, конечно, чехлы в машине, но Измаил снимать их даже не собирается. Они шли вместе с машиной, они мне нравятся. А здесь, на самом деле, салон, ну, кожаный. То есть, как бы, салон кожаный. Первое поколение рекордов автоконцерт Opel начал выпускать еще в 1957 году. И практически каждые три года компания модернизировала модель. Самой популярной был рекорд пятого поколения. И, на мой взгляд, он очень похож на советский москвич. И завершили выпуск рекордов как раз вот этой моделью, которой теперь очень гордится Измаил Берия. Ну, давайте так. Вот мы здесь постоим пять минут, и на нас все начнут обращать внимание. Это раз. Ну, и, во-вторых, это моя единственная машина. Мне нравится кузов «Универсал», потому что он практичен. И, ну, как видите, выделяется из массы основной. Этот автомобиль пользовался большим спросом в Европе в 70-е, когда наши соотечественники даже не мечтали о таких машинах. На то время рекорды были очень комфортабельными, динамичными, легкими в обслуживании и надежными. Лишь в начале 90-х их массово стали ввозить в Россию перегонщики из Германии. Ее фотографируют люди просто мимо проходящие. Серьезно. Ну, это приятно, когда, ну, на твой труд люди обращают внимание. Пока Измаил Берия катается на любимой машине по Ростову, мечтает о другой. Тоже старенькой, но очень дорогой. До Charger 1969 года выпуска. Ну, это Muscle Car, Америка. Ну, там чуть-чуть бюджет иной. Субтитры сделал DimaTorzok В умелых руках и грязь полотно. Именно так можно сказать о творчестве Олега Шумского. Но художником себя он не считает, скромничает. А первые навыки такой автоживописи у Олега проявились еще лет 20 назад. А полотном послужила «Лада» седьмой модели. Первый рисунок был до удивительного, до банальности элементарен. Я просто взял и нарисовал огонь. Весь борт машины. Думал, ну, пусть будет так. Через день лег новый слой грязи. Я его еще раз подчеркнул. И получилась трехсветная картинка. Все очень просто, но удивительно эффектно. После, конечно, были рисунки посложнее. Но терпения надолго не хватило. Своё автотворчество Олег забросил на много лет. Но очередная покупка машины белого цвета вдохновила на новые шедевры из грязи. Первая картинка моя была – это «Леон». Она, может быть, не совсем получилась. Я не художник, у меня не все получается. Но, тем не менее, по реакции проезжающих мимо людей, я увидел, что это здорово. Примерно раз в полгода Олег обновляет картину на машине. На чужих не рисует, несмотря на просьбы. Переживает – вдруг не получится. Она своей и на машине жены творит с удовольствием. В основном изображает знаменитых жителей Ростова. Сейчас на белой красотке – отголоски Кубка Мундиаля. Это Роман Еременко, а там Валерий Карпин. До этого были футболисты. На машине жены был Дзюба Аршавин. Дзюба, на мой взгляд, получился лучше остальных. Но Дзюба не ростовчанин. В прошлом году он играл за сборную. Здорово, получил право быть на машине. Сейчас люди, которые доставляют нам удовольствие своей игрой родного города. Вот они. Сохранить такой рисунок надолго нелегко. Но, возможно, многие могут подумать, что такое творчество продержится до первого дождя. А нет, наоборот. Грязи будет еще больше, а значит, нужно только поправлять картинку. Но очень осторожно. Вообще, процедура нелегкая. Дело в том, что если вы обратите внимание, я ведь не рисую, точнее, я не наношу изображение, которое должно остаться. Я убираю то, что не должно оставаться. Каждый элемент, получается, может очень сильно пострадать. Поскольку восстановить это невозможно. Искусственная грязь вообще рядом не стояла с нашей нормальной ростовской грязью. Грязь постоянно ложится. И я сам часто в спехах хочу поддержать картинку, а у меня получается его испортить. Понимаете, здесь все равно должен быть какой-то навык. Надо отходить, смотреть, что как. Потому что исключительно по контурам, скорее всего, не получится. Поэтому поддерживать надо самостоятельно.